Всем доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем изучать Мишли, критчи царя Соломона. И, значит, сегодня мы находимся в 19 главе. Продолжаем изучать 19 главу. И находимся мы сейчас как раз в 11 отрывок 19 главы. Давайте ждем сейчас, пока собираются аудитория. Всем доброе утро! Боди ртов! Бонжур! Готен морден! Шалом! 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 Мария Лозная! Шалом! Так, Саша Шульман! Шмалун! Саша Шмалун! Сама была смешная, когда... когда... да, когда Кирилл Васильев, Шошана Кац, доброе утро! Яков Шатадин, наш бессменный Алекс Поделков. Всем шалом! Доброе утро! Фаина Фая! Так, и еще раз Яков Шатадин, привет! Все, теперь можно начинать. Роза Халилова, доброе утро! Сочи с вами! Александр Санин, будешь добры! Все, 11 отрывок. 11 отрывок звучит так. Значит, 10 отрывок, давайте вспомним, что... Мы говорили о том, что... что в человеке должно чем управлять. И, как бы, нам царь Соломон сказал, что должен в человеке управлять его интеллект. Не его желание, не его вожделение, не его хочу, а его рациональная часть, его рациональная часть, его интеллект, разум. Но интеллект, разум, он действует по каким-то схемам, по каким-то программам. И это уже от меня я добавляю, что интеллект, разум должен быть запрограммирован чем? Торой. Потому что иначе ты не знаешь. То есть интеллект, разум, он действует по каким-то правилам. То есть у него есть у разума схемы, есть желание. Обычно разум, он обеспечивает реализацию желания. То есть если у человека желание, и тут разум, джжжж, и говорит, а ты знаешь, это нельзя делать, а желание хочется, возникает такой вопрос. А может, можно? Так, надо подумать. А, вот так можно. Класс, да. Вот смотрите. И разум, как бы он находит способ, как выполнить желание. Теперь разум действует все время по каким-то правилам и принципам, которые в него попали. И вот в любом случае разум, он должен властвовать над желанием. Он должен, по идее. Но обычно он обслуживает желание. Теперь следующий, 12-й отрывок. Нам говорится, царь Соломон так. Сехель Адам и Рихапо. Интеллект человека, он продлевает, дословно, и Рихапо продлевает его гнев. Веттифорто, авор аль паша. И великолепие его, это значит, прощать проступки переводят, но я дословно перевожу, переступить через проступок. Авор аль паша. Значит, что это значит? Сехель Адам и Рихапо, интеллект человека, он, Рихапо это, он не гневается, в общем, он умеет обуздать гнев. Значит, что такое гнев, давайте разберемся. Гнев это очень яркая эмоция, которая сигнализирует. О чем она сигнализирует? Когда человек гневается? Человек гневается в моменты, когда его правила нарушаются, когда что-то идет не так, как он хочет, и это вызывает у человека гнев. Я хочу так, оно идет не так. Там, и пошел гневаться. Кто-то более гневливый, кто-то менее гневливый. Есть гнев яркий. Аф, это гнев, который выражается наружу. Есть хама, это гнев, который пылает в сердце. Есть раздражение, которое вообще находится внутри. И все это от раздражения до гнева, оно сжигает. Это как огонь. Как говорят, сравнивается вот этот гнев, как гейном, огонь, который сжигает человека изнутри. И поэтому гнев Торой, он запрещен. Значит, как запрещен? Что не рекомендован, скажем так. Потому что написано, что АКСБЛИБО, тот, кто гневается в своем сердце, внутри, как будто бы служит идолом. До такой степени гнев не рекомендуется. И Рамбан, когда писал своему сыну, он говорил, убери гнев из сердца своего и уберешь ты зло из своего тела. То есть ты, тот, кто гневается, прям Рамбан говорил своему сыну, все виды динома, ада властвуют над ним. То есть гнев страшная штука, которая сжигает гневающего. Теперь интеллект человека, он может обуздать гнев. Каким образом? Значит, если человек выходит в интеллектуальную сферу, то есть наблюдение и размышление на тему, почему я гневаюсь, вот Денис Гуревич Шалом, то человек поймет интеллектом, что ему не надо гневаться. Есть хозяин мира, есть Бог. Бог управляет миром. Если моя изначальная предпосылка, что Бог хочет мне зла, так Бог бы меня уничтожил, ну, в три секунды. Но изначальная предпосылка всех верующих людей, что Бог хочет мне добра. И если что-то идет не так, как я хочу сейчас, это не значит, что я должен гневаться. Это значит, что я должен понять, что Бог от меня хочет в данный момент. И сэхель, интеллект человека, он может и должен этот гнев остановить. Как-то спрашивали одного раввина великого, вот, что он никогда не ругается с женой, никогда не гневается, там, все. Он говорил, вы знаете, говорит, я когда что-то идет не по-моему, я должен посмотреть в Шелхонорухе, ну, это где сборник законов, как надо правильно поступить. Пока я смотрю, как правильно надо поступить, уже или ситуация прошла, или, ну, в любом случае, я, как бы, уже, как бы, гнева у меня нету, эмоций у меня нету. Я все время интересуюсь интеллектуально, как правильно поступить в этой ситуации. Теперь, есть, опять же, мне очень нравится подход Равшалом Аруш. Он говорит такой подход. Первый этап, это вера. Вера в то, что, вера в то, что Бог меня любит, хочет мне добра. Это первый этап, исходная предпосылка. Бог меня любит, хочет мне добра, Бог управляет миром. Все, это первая предпосылка. Второе, идет что-то не так, как я хочу. Значит, у меня есть два варианта. Первый вариант, это гневаться и сжигать себя изнутри. Второй вариант, это принять то, что происходит. И приняв это, и, опять же, благодаря Бога за это, попытаться понять, что делать дальше. То есть, опять же, просить Бога, чтобы он как-то вырулил. Мне очень вспомнилась одна, ну, такой вот подход, был такой в Древней Греции, были такие стоити, стоити философы. И эти философы, они, значит, у них был какой взгляд на мир? То есть, человек живет в какой-то концепции. Религиозный человек живет в концепции, есть Бог, Бог хозяин мира, он обо мне позаботится, он меня любит, все будет отлично, вечная жизнь. Алам Аббаг, грядущий мир, и я буду там, все, победа. Это способ мышления религиозного человека. Способ мышления буддиста, значит, я исчезну, все это иллюзия, значит, все желания фигня, никуда стремиться не надо, ничего нету, то есть, все. Как дела? Никак. Ты кто? Никто. Значит, ну, в общем, все, да? Теперь это буддист. Теперь есть стоити, были древние греки стоити. У них была интересная психология. Они говорили так, человек пришел в этот мир для того, чтобы бороться с трудностями. И чем больше трудностей, тем он, тем круче. Тогда ты, такая у них метафора есть, огонь, который сталкивается с препятствием, он его сжирает и разгорается сильнее. И эти стоити, вот это римляне, как раз римская армия, они как раз были там, многие императоры, они были вот эти стоити. То есть, он не просто не боится трудностей, а он ломится на трудности. Он как огонь, он должен за жизнь сожрать больше трудностей. Это как Дональд Трамп. Когда у него что-то не получается, обычный человек называет это неудачей, себя неудачником. Такой человек нормальный, он называет это опытом и извлекает из этого опыт, когда что-то не получается. И учится на этом, да, это такой еврейский подход, изучать, исследовать, учиться. А у Трампа подход и у стойков, что если что-то идет не по-моему, это челлендж, это вызов. Это для меня как препятствие, которое меня должно разозлить и сделать меня сильнее. Сильный подход, то есть, сильный такой подход, да. Значит, наш подход, вернее, не наш подход, а подход царя Соломона, Шлома Амеллах, который был мудрейший из людей и учился у Бога напрямую. Он говорит, интеллект человека, он продлевает его гнев, то есть, он побеждает его гнев. Эйрих Апоэ, это такое выражение, да, как метафора. То есть, он сдерживает гнев, интеллект. В эти форто и великолепие его, вот это крутой человек. Это вообще самый великолепный человек, какой? Авор Аль Паша, который не обращает внимания на проступки других людей. Авор Аль Паша. То есть, тот, кто, вот, например, человек сделал, там, наступил на ногу, да. Какая есть тип реакции? Первый тип реакции, это, наступил он мне на ногу, это стоять и ударили по левой руке, щите, подстав правую, да, это христианский подход такой. Значит, подставить вторую ногу, попросить его наступить на правую, на вторую ногу, да, это первый вариант реакции, возлюби врага своего. Есть вариант еврейский, например, ну, не буду говорить еврейский, не еврейский, наступили тебе на ногу, и ты стоишь и думаешь, вот почему мне наступили на ногу? Вы исследуешь, да, что я сделал не так, если, в Талмуде написано, если неприятности пришли к тебе, то и пошвешь бы массов, то есть, проверь свои дела. И, значит, он стоит у меня на ноге, я проверяю свои дела, да, думаешь, что же я не так сделал? Да, действительно, я вот сейчас еду в автобусе, какой-то дурак мне на ногу наступил, а что я еду в автобусе? Потому что у меня денег нет на машину. А что мне денег нет на машину? Потому что я все утро провалялся, вместо того, чтобы учиться, и там, вместо того, чтобы какую-то профессию приобретать, еще что-то делать, я все утро просидел, компьютерные игры проиграл. Да, и вот сейчас мне наступили на ногу, спасибо тебе, Господи, за урок этот, и сейчас, извините, пожалуйста, садитесь на ноги, значит, и пошел учиться там на урок Торы, в Ешиву, сделали ее в Израиль, там, ну, то есть, масса выводов из этого следует. Вот, теперь подход стойка, да, подход стойка, он его наступил на ногу, он его сразу даже не смотрит, кто это, он его бьет, бьет его по животу, по голове, а тот боксер, он его бьет, стойк встает, бах, в общем, он его побеждает в итоге и идет, значит, из автобуса прямо участвовать в боях без правил, искать себе следующего, там, ну, соперника, то есть, это для него челлендж, вызов, да. Вот три разных философии жизненных, да, которые по-разному. Теперь, по философии, по взгляду на жизнь, подходу царя Соломона, что великолепие человека, это не обращать внимания на вот эти вот мелочи. Он говорит, да, он на меня наступил на ногу, да, то есть, это сейчас для меня, я на это не обращаю внимания, я ему прощаю. Почему я ему прощаю? А потому что та мера, которую человек меряет, меряют ему. Он сейчас для меня, кто был по-еврейским, ну, как по подходу? Он для меня был посланец Бога, он мне сейчас перенес месседж, да, такое послание прямо напрямую от Бога, что я больше в автобусе ездить не должен. Все, я должен учиться, работать, зарабатывать деньги, спасибо, Господи, тебя, значит, вообще тебя для меня нету, кто мне на ногу наступил. Я не буду терять время, чтобы обучать кого-то наступать мне на ноги или не наступать мне на ноги. Я буду действовать прямо, как мне Бог сказал. Понятно, это великолепие, но это не нормальный, ну, то есть, это не обычный ординарный подход. Обычный ординальный подход, это не разгневаться, сохранить рациональный разум, и, значит, на рациональном разуме, единственное, когда можно сделать рациональные выводы, это на рациональном разуме. Потому что как только ты ушел в эмоцию, в раздражение, в гнев, в обиду, еще куда-то, то все, у тебя интеллект не работает. Теперь дальше. Следующий 12-й отрывок. Наам как фир зааф мэлах. Значит, рычит как лев гнев царя. Укиталь аль эсэф рацюно. И как роса на траву его желание. Значит, здесь нам показывается еще раз вот эта разница между двумя разными состояниями реальности. То есть мэлах это царь, это бог. Теперь если он в гневе, то есть если он в гневе, рычание, написано, что гнев его как рычание льва, то в этот момент, значит, лучше не подходить. То есть когда человек входит в гнев, человек входит в гнев, или бог входит в гнев, да, бывает, что он начинает гневаться на людей, на, на, ну вот идет какая-то раздача, да, то лучше хавайся, если такое, знаешь, все, хавайся. Лучше написано в перфе, а вот, да, не подходи к человеку в гневе, не успокаивай его, не увещивай, да, потому что он в гневе, он вообще себя не контролирует. Теперь и наоборот, значит, наоборот, кеталь аль эсэ в рационал, как роса на траву, его желание. Когда у человека хорошее настроение, когда он, значит, ну вот, или когда ему прет, если у бога хорошее настроение по отношению к человеку, да, то в этот момент это как роса на траву. Это до, что он еще траву хоть как-то бьет. Роса это полностью такое, знаешь, благоденствие поперло, ну то есть все, это мягко, красиво, все идет, все получается. Очень важно самому быть в этом состоянии, да. Очень интересная такая вещь, что все люди стремятся к состоянию радости, к состоянию гармонии, к состоянию покоя, но они стремятся получить это когда-нибудь потом. То есть они как бы, вот у меня будет хорошая работа, будут деньги, женюсь там, все, вот тогда буду счастлив. В этот момент он сам находится в состоянии несчастья, хиссарона такого внутреннего, да, и у него шансов нету нормально жениться, заработать там и так далее. Потому что он сам находится в плохом состоянии. Первое, что нужно сделать, это понять, что состояние твое внутреннее, да, оно зависит только от того, как ты смотришь на вещи. То есть твои ожидания, воспоминания и так далее, это все происходит в один момент и в одном месте у тебя в голове. То есть нету ничего больше, кроме твоего восприятия себя и мира. И пока ты в своем восприятии создаешь себя больным, там, недовольным, несчастным, ожидающим, что когда-нибудь что-нибудь где-то как-то изменится, то ничего не изменится. Ты находишься в том состоянии, когда ничего не может измениться, все идет изнутри как бы. Но как только ты осознаешь, что есть Бог, Он меня любит, есть я, там, ну, то есть как только ты выстраиваешь всю картинку внутри себя, при которой ты сильный, счастливый, такой уравновешенный, успокоенный, все, в этот момент меняется реальность, появляются вокруг люди, возможности и так далее. То есть ты просто уже, находясь в этом классном состоянии, ты уже, ну, можешь что-то действовать, ну, совсем, ну, тебе в принципе в чем проблема, тебе уже ничего не надо. Потому что ты уже имеешь то, за чем весь мир бегает. Но когда ты находишься в этом состоянии, тебе ничего не надо, ашры, йошвы, бисеха, счастливый, сидящий в храме, в доме твоем, да, это, как мы говорим каждый день, три раза. Счастлив, сидящий в доме твоем, то есть когда ты только соединился с Богом, и ты сидишь как бы в домике, да, то есть, а ты где, я в домике, все, у меня душа, вечная жизнь, уже все при мне, да, то есть Бог со мной, я никуда не стремлюсь, у меня все есть, ничего не боюсь, а потому что, а что со мной будет, если Киата и Мади, как мы говорим, вот этот вот, ну, Мизморли Давид, да, это псалом, из псалмов царя Давида, так он говорил, что даже я пойду по долине смерти, ло и рара, ничего со мной плохого не случится. Почему? Киата и Мади, потому что ты со мной. И как только человек попадает в этот домик, то, с одной стороны, ему ничего не надо, у него все есть, с другой стороны, у него есть единственное желание в этом домике находиться все дни жизни своей, усиливать свою связь с Богом, и он кайфует так, как не кайфует никто в мире, потому что все, кто бегали за деньгами, и, в конце концов, их догнали. Нам Тора говорит, марбе не хасим, марбе да ага, они вместе с деньгами приобрели вот такой вот пакет забот, опасений, страха, обязанностей, несвободы, понимаешь, все. То есть, весь мир бегает за чем-то, а счастье, оно вот тут, вот внутри. Понятно, да? Значит, вот это нам говорит царь Соломон, что если ты попадаешь, еще раз, 12-й отрывок, давайте посмотрим, что-то, 17 минут, все. Значит, рычание, рычит, как лев гнев царя, и как роса на траве рационал, когда есть его желание, ну, то есть, когда внутри все желанно, значит, все отлично. 13-й отрывок. Значит, Авод, Леавив, Бенгсиль, Веделев, Торет, Медяны, Иша. Значит, здесь нам говорится следующая вещь в 13-м отрывке. Несчастье для отца, сын глупый, сын грешник и бесперерывное окапание сварливой жены. Так переводят на русский. Значит, здесь нам, нас опускают как бы с неба на землю. Они говорят, по секундочку. Значит, есть у человека, есть у каждого человека, есть, ну, так человек создан, он создан, что есть мужчина, есть женщина, дальше люди должны плодиться и размножаться, у них появляются дети. И тут возникает очень серьезная сложность. Какая сложность возникает? Что и дети, и жена, оно является неким проявлением внешним и очень близким к человеку того, что у него внутри. Что имеется в виду? Когда Бог создал первую женщину, Адам Решону в Торе, да, то есть, он создал первого человека, создал ему жену, то, что он говорит, я тебе создаю помощник против тебя. То есть, если у тебя помощник, который против тебя, что значит, он против тебя? Раше на месте говорит там, что удостоился, он помощник. Не удостоился, против тебя. То есть, опять же, все идет через внутреннее к внешнему. Если ты сам исправлен, что такое удостоился, это ты перед Богом удостоился. Если ты исправлен, если ты не воспринимаешь мир как что-то, что тобой управляет, а ты воспринимаешь только себя, твоя связь с Богом, Тора, весь мир, он только, он только, это как маска, есть книга такая, маска вселенной, да, это говорит, что Бог, весь мир это как маска Бога. То есть, ты вот за этим миром кроется Бог, да, и если человек удостоился, он в этом во всем разобрался, он внутри там в прекрасном эмоциональном состоянии, то у него и проявления будут соответствующие. Хотя, опять же, мы видим, что даже у царя Давида был сын, который восстал против него и пошел на него войной. Даже у царя Давида были сложности в жизни невероятные, сложности. То есть, даже самый твой высочайший уровень связи с Богом, он не гарантирует тебе хороших внешних условий. Ну, то есть, внешние условия, они, они как бы, это одна история, на которую ты не можешь влиять. Ну, можешь влиять, но очень, опять же, через внутреннее. Но на что ты можешь 100% влиять, это на свое внутреннее в любых внешних условиях. Есть Виктор Франкл, у него есть книга такая, «Человек поиска смысла», как он в концлагере ушел в этот внутренний домик, и он сказал, что мне можно забрать все, но все, что мне можно забрать вовне, мою внутреннюю свободу не может забрать никто. То есть, он внутри ушел в этот свой домик, выстроил свое восприятие, что я должен выйти из концлагеря и рассказать об этом, и он вышел, и рассказал, и, ну, и так далее, и так далее. То есть, внутренний вот этот мир человека, это то, над чем надо работать. И внешний мир является отражением того, что у тебя внутри. Но он является отражением, но это все равно разные вещи, потому что какое бы ни было отражение, ты можешь внутри иметь полное счастье, что бы ни было снаружи. Понятно, да, идея? Но если ты это полное счастье выстраиваешь не технологично, не технично, то есть, вот есть вот эти вот буддисты, например, да, они тоже выстраивают внутреннее счастье, но они его выстраивают не по законам Бога, они его выстраивают просто, просто уйдя вот в эту вот нирвану и отцепившись от вот этих вот законов. Но в этом случае тебе придется постоянно бороться с все более ухудшающимся внешним положением. И, возможно, да, они поэтому такие крутые, что они, несмотря на то, что они там едят раз в день, ну, вот эти буддистские банахи, они там, ну, то есть, реально живут как бы полностью в такой, в нищете, там, спят на земле, живут в пещерах там годами, да, они научились реально отсекать внешнее от внутреннего и уйти полностью во внутреннее. Но это, это как бы один из путей, который ведет в никуда. Путь еврейский это, в первую очередь, опять же, выстраивая внутреннюю связь с Богом, выстраивать внешнюю жизнь по очень грамотным, мудрым, таким вот отточенным законам, по которым, если ты правильно женился, если ты правильно воспитываешь детей, если ты учишь Тору и так далее, то у тебя будет и с сыном хорошо, и с женой. А здесь нам написано так, что, что бывает, что для папы, его продолжение, вот этот вот сын грешник, и бывает, что как капающая, ну, вот эта капающая, льющаяся вода с крыши, да, раньше была такая, ну, вот когда осень, вот эти вот дырки были, каменные дома, и все время капало. То есть, реально все время капало. Зимние месяцы, вот в Израиле, две тысячи лет назад, это было очень тяжело. Ну, каменные дома, капает, костры ты должен внутри дома жечь. В общем, был полный головняк. Но еще хуже, когда у тебя жена, которая тебе мозги компостирует. Вот медианейша, это когда она тебя, значит, критикует, пилит, пилит, пилит. Это хуже, чем дождь, которая капает с крыши. Ну, такое тоже бывает. Все, теперь последний сегодня, 14-й отрывочек, давайте. Ах, уже все. Все, давайте подведем итог. Подведем итог. Значит, первое, что мы сегодня поняли, это, что самое главное, это интеллект человека. И проверяется, или у тебя интеллект управляет или нет, это твоя работа с гневом и с раздражением. То есть, если у тебя интеллект управляющий, то ты найдешь для себя объяснение, и ты найдешь для себя объяснение, что то, что тебя раздражает или злит, оно все для тебя, все для тебя, все для твоей пользы, все для того, чтобы ты или стал как стоик сильнее, или стал как еврей умнее, или стал как христианин добрее, значит, но в любом случае гневаться нет никакого смысла, потому что все, что с тобой происходит, то, что идет не по-твоему, а мир гарантированно идет не по-твоему для любого человека, все это для тебя возможность стать лучше, да, и внутри ты не должен гневаться, ну, то есть, это все для тебя. Теперь, значит, второе, то, что я понял, второй вывод сегодняшний какой, это, значит, ну, как если, если кто-то в хорошем состоянии, отлично, если кто-то в плохом состоянии, то от него надо удалиться, если Бог в плохом состоянии не везет, то нужно затаиться и переждать момент, и как бы выйти, вот, обнулиться, да, то есть, если бывает человек, вот у меня, когда я стал религиозным, у меня было все дико плохо, но я обнулился, как бы, да, я сказал, все, что было со мной, это не со мной, все, я, как бы, для взорбы чува, это как кнопка вернуться к чуве, к раскаянию, это вернуться, вернуться, это переводится, как есть в настройках, в девайсах разных, вернуться к заводским установкам, сбросить все настройки, ты бах, обнуляешь, все, джжж, это чува, вот я в 26 лет обнулился, как бы, да, обнулился, и начал строить сначала. Теперь, значит, и все, и последнее, что мы изучили, что бывает, бывает, что и с сыном проблемы, бывает, что и с женой проблемы, но все эти проблемы, они опять же корень того, что проблема внутри человека, если он сосредоточится на решении, на внутреннем своем мире, то это то, что 100% под его контролем, это то, куда он должен реально направить свои усилия, выстроить свой внутренний мир в счастье, в гармонии с Богом, в любви, и как только он это выстроит, все, внешнее тоже начнет меняться. А не начнет меняться, так ему по-любому хорошо, он в домике, то есть все. Все, друзья, напишите свои выводы, и с Божьей помощью, чтобы у вас было все хорошо, удачи, успехов и божественных благословений. Все, удачи, успехов, пока.